В Чебоксарах сегодня открылся 10-й межрегиональный форум «Стратегия практика успешного бизнеса». По традиции его посвятили Всемирному дню и Европейской неделе качества. Предприниматели, представители власти, эксперты в течение двух дней будут встречаться за круглым столом и обсуждать актуальные вопросы. Подробности у Дмитрия Ковалева. Качество жизни меняется, но в то же время растут и запросы потребителей. Сейчас в выигрыше остаются только те производители, которые ставят во главу угла соотношение цены и качества товаров. Для таких предприятий власти создают благоприятную среду. Участники форума, конечно, осознают, что успешный бизнес строится поэтапно. Но после введенного запрета на ввоз продуктов из-за рубежа у предпринимателей появились неплохие возможности для быстрого продвижения своих товаров. Вкладывая определенные ресурсы, вкладывая инвестиции в человека, создавать новый продукт товара с одной единственной целью, чтобы данный товар от спроса и предложения продавался с учетом маломальской прибыли, рентабельностью. Два года назад Россия стала членом ВТО, теперь в стране действует режим эмбарго. После таких резких перемен, отмечают специалисты, предприятиям необходимо задуматься о модернизации производства. На помощь заводам приходит система менеджмента качества. Стандарты ИСО уже помогли многим предприятиям, но совершенству нет предела. Эксперты предлагают бизнесу новые методики. Главное в менеджменте, глубокое мое убеждение, это работа с персоналом. Вызовы, которые стоят перед нами, они сегодня еще усугубляются теми условиями, которые созданы, но они за последнее время как-то не очень сильно решаются. Мы видим, что в обрабатывающей промышленности мы имеем существенно очень малую долю в нашем ВВП, не следяя со своей направленности. Мы продолжаем оставаться неконкурентоспособными по избежкам труда, энергии и так далее. В Чувашии систему менеджмента внедрили более 220 предприятий. Эксперты отмечают, что сертификаты далеко не главный показатель. Важно, чтобы все работники принимали участие в модернизации процесса и внедряли в дело мировые стандарты. Только тогда удастся реализовать стратегию успешного бизнеса сполна. Мы фактически должны научить людей решать их собственные задачи. И как только они начнут решать свои собственные проблемы, серечь проблем предприятия, тогда и начинается фактически синтез вот этой собственной производственной системы. На пленарной части бизнесмены, чиновники и эксперты обозначили болевые точки на пути качества. Их надо убирать, чтобы двигаться дальше. Как построить систему энергоменеджмента, разработать новые модели маркетинга. Вот лишь некоторые темы дискуссий. В них принимают участие и гости из-за рубежа. Это конференция, это форум очень во время, потому что не случайно он называется стратегия и практика успешного бизнеса. Если организация не имеет своей стратегии для развития, тогда мы можем сделать все угодно по сертификации, по качеству, по управлению качества и так далее, контрол качества, все угодно. Но если мы не знаем, куда мы идем, тогда мы не знаем, зачем мы это сделаем. По традиции на форуме наградили лауреатов конкурсов в области качества. Награды получили предприятия, которые уже успели освоить современные стандарты. В список 100 лучших товаров России вошли и Лара, Аконт, Ядринский мясокомбинат. Марку качества получили Чебоксарский элеватор, химпром и даже детский сад номер 112. Призеры выставили свою продукцию в своей библиотеке. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика.